На ютубе почти в одно время были выложены два якобы документальных фильма, в которых даже название склоняет зрителя к негативу. Предатели – фильм про ельцинское окружение и иноагенты – фильм про людей, получивших клеймо от Министерства юстиции. Обе картины являются политической заказухой, не доходящей до какого-нибудь хорошего, но пропагандистского документального сериала «Удара властью на ТВЦ». Они даже не доходят до уровня НТВ. В фильмах «Певчих» и «Мамонтова» прослеживается одна и та же основная мысль – показать публике внутреннего врага в российском обществе. Это на руку Путину, который заявляет себя как борец против 90-х, хотя он сам начал политическую карьеру именно тогда и, став президентом, лишь изменил систему под себя, кардинально ничего не реформировав. Фильм иноагенты на руку Путину как борцу с иностранным влиянием, хотя физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента, могут признать кого угодно, особенно тех, кто критикует ельцинско-путинскую систему власти. Достаточно лишь нести человека в реестр иностранных агентов, а он пусть сам доказывает, что не верблюд. Проблема обоих псевдодокументальных фильмов в том, что примерами конкретных негодяев, без предоставления альтернативной точки зрения, других нормальных людей, они показывают, что все окружение Ельцина, все люди с клеймом иноагента – это абсолютное зло, укравшее наше будущее в 90-х и или поддерживающее убийство наших солдат прямо сейчас. Да, олигарх Борис Березовский – это подонок, из алчности которого оборвались жизни, ухудшилось экономическое положение граждан и страны. Альфред Кох и Анатолий Чебайс – люди, которые работали во вред других и отлично пристроились и при Ельцине, и при раннем Путине. Но среди чиновников Ельцина были люди, без которых 90-е были бы еще хуже. К примеру, Евгений Контмахер, бывший начальник управления Минтруда и замминистра соцзащиты, вместе с командой внедривший систему прожиточного минимума, которого не было в СССР и который был страшно необходим в тяжелое время рыночных реформ, правительство обязывалось обеспечить социально незащищенных граждан хотя бы до уровня физиологического выживания. Без прожиточного минимума у властей не было бы ни реантиров, ни тормозов в проведении своей социально-экономической политики. Упоминаемые в фильме предатели Петр Авен и Михаил Фридман, критикуемые командой Навального по одной из причин за то, что в десятых годах они перестали спонсировать ФБК через Владимира Ашуркова, боясь за свой бизнес. Это два самых человечных олигарха, которые тратили и тратили значительные средства на благотворительность. Так, совсем недавно Альфа Групп выделила 1 миллиард рублей на помощь пострадавшим в Оренбургской области. Сам Михаил Фридман объявил, что все его наследство пойдет на благотворительность, а это 13 миллиардов долларов. Кроме того, сам Ельцин был не злым коррупционером-предателем, разрушившим СССР ради госквартиры, а неоднозначным человеком. Он совершил много ошибок в своем правлении. К сожалению, иногда ошибки оказываются вреднее злого умысла, особенно в политике. Что касается инагентов. Да, среди них есть тоже подонки. К примеру, Илья Пономарев не просто инагент, а террорист, сотрудничающий с проукраинскими диверсантами, убивающими гражданских на территории России. Экстремист и провокатор Вячеслав Мальцев, из-за призывов которого были задержаны сотни граждан. Но среди физических лиц, исполняющих функцию иностранного агента, есть настоящие патриоты России, которые даже после клейма, ограничивающего их права как гражданина, продолжают жить в стране и работать ради нее, занимаясь благотворительной, культурной, общественно-политической деятельностью. Про них в фильме не говорится ничего. Образ иноагента в иноагентах – это образ уехавшего из России предателя. Это ложный образ, направленный на то, чтобы усложнить жизнь тех заклейменных менюстом людей, кто остается в России. Кроме очернения целых групп людей, данные картины отвлекают зрителей от основного. Не коррупция является самой главной проблемой нашей жизни. И не иноагенты, которые лично с Байденом крадут у нас лампочки в подъездах. А сама система, в которой от борьбы с коррупцией существенно ничего не изменится. Как сказал Григорий Явлинский, с начала 90-х годов был построен корпоративно-мафиозный строй. То есть крупный бизнес, участник этой закрытой системы, получил свою собственность лишь для того, чтобы обеспечивать государственные задачи власти, второго участника системы. Эти государственные задачи совсем не обязательно должны совпадать с интересами общества, которые вне этой системы. Это худшая форма государственного капитализма. Когда тот или иной олигарх становится нелояльным, не отвечает требованиям власти, то у него, как у Ходорковского, изымается бизнес, происходит так называемый пересмотр приватизации в частном порядке. Законность и справедливость вроде бы восторжествовала. Но собственность не становится ближе к гражданам. Остатки ЮКОСа были переданы лояльным то олигархам, то чиновникам. Власть укрепляется и становится неподотчетной никому. И ни олигархам, с которыми было заключено соглашение о лояльности в обмен на собственность, ни с народом, у которого договор один. Вы молчите, а мы вас не трогаем. Вследствие этого государство занимается самим собой, какими-либо грандиозными мегапроектами. Или решает начать гонку вооружений за своими историческими якобы врагами. При пересмотре всей приватизации ситуация не изменится. На место олигархов придут бюрократы. При борьбе с коррупцией все чиновники просто станут полностью лояльны к главе системы. А значит вся политика, вся страна, положение всего общества будет зависеть от мнения конкретно одного человека. Хозяина системы Такая система, ельцинско-путинская, преследует тех, кто потенциально может заслабить ее. И вводит понятие иноагент, ограничивающие в правах. Людям с таким клеймом становится сложно заниматься бизнесом, получать упрощенную систему налогообложения и продавать рекламу. Невозможно заниматься политикой, потому что нельзя участвовать в агитации в предвыборный период. Таким людям опасно жить в стране, потому что за отсутствие маркировок в каждом посте, за непредоставление иноагентской отчетности, для которой нужен целый бухгалтер, предусмотрены административные и уголовные наказания. Но это лишь одна из форм репрессий, использующихся для стабилизации ельцинско-путинской системы. Такую систему надо менять. В будущем, не знаю когда, но пока что не скоро, демократически избранный президент должен будет решить несколько вопросов. Во-первых, необходимо будет освободить всех политических заключенных. Возможно, очень надеюсь, что получится освободить досрочно некоторых уже при нынешней власти. Возможно, к сожалению, возникнут новые политические заключенные. Особенно сейчас, очень неспокойное время, которое нужно в политике, в жизни быть крайне осторожными. Но все политзаключенные при демократически избранном президенте могут быть освобождены в один день через указы о помиловании. Во-вторых, нужно будет отменить закон об иноагентах. А в-третьих, решить, наконец, вопрос залоговых аукционов, выкупной приватизации по заниженной цене, вопросы с ваучерной приватизацией через введение нового налога, компенсационного, в размере разницы между реальной верночной стоимостью активов и заниженной. Участники 90-х или же их потомки, владеющие данной собственностью, должны будут постепенно выплатить этот компенсационный налог, отдать тем самым долг перед обществом. А эти деньги должны пойти не куда-то там, в кубышку государства, в резервные фонды, фонд стабилизации или ФНБ, а в социальную сферу для реального восстановления справедливости. Если вы выступаете за такие перемены, если вы хотите, чтобы они наступили как можно быстрее, то становитесь сторонниками и участниками партии Яблоко, партии Мира и Свободы. Ссылка в описании. Продолжение следует...